Добро пожаловать на мой канал Меню Недели, где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня я расскажу, как заморозить щавель разными способами. Для любого способа сначала я тщательно промываю зелень проточной холодной водой, параллельно перебирая листочки. Далее подсушиваю щавель. Просто стряхнуть зелень недостаточно, так как в ней будет много лишней воды. Складываю вымытый щавель в друшлаг и даю немного времени стечь в воде. Не очень мелко нарезаю щавель, использую и листья, и нежные стебли. И делю на две части. Одну часть замораживаю порционными кубиками. Это первый способ заморозки, быстрый и простой. Все, что для него нужно, кроме уже порезанного щавля, это формочки для льда, пластмассовые или силиконовые. В ячейки формочек я раскладываю щавель. Чтобы зелень превратилась в ледовый кубик, добавляю немного воды. Беру чайную ложку и наливаю воду в каждую ячейку с зеленью. Обычно уходит примерно 2 чайные ложки воды на каждую ячейку. Формочки ставлю в морозилку. Зеленые кубики быстро схватываются. Буквально через несколько часов достаю кубики из формочек и высыпаю их в пакет или контейнер. Такие щавелевые кубики пригодятся мне, если буду делать соус из щавеля котлетом или решу испечь домашний пирог со щавелем. И второй способ заморозки, самый интересный. Я замораживаю зелень щавеля со сливочным маслом. На выходе получаю шикарную заготовку для омлетов с зеленью или для пирожков со щавелевой начинкой. Заранее достаю сливочное масло из холодильника. Оно должно быть несколько подтаявшим. Растапливать не нужно. В миске смешиваю порезанный щавель и сливочное масло. Получится кашеобразная масса, которую очень просто разложить по ячейкам формочек для льда. Отправляю формочки в морозилку и уже через пару часов получаю вкусную натуральную полезную заготовку. Далее освобождаю формы от щавелево-масляных кубиков, всыпаю их в отдельный пакет или контейнер и подписываю заготовку. При готовке я не размораживаю щавель, а бросаю в блюдо в замороженном виде. Во время тепловой обработки замороженный щавель не будет отличаться от свежесорванной зелени. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!